Приоритет налоговой службы это высокое качество предоставления услуг. Именно поэтому на сайте ведомства постоянно модернизируют старые и внедряют новые сервисы. В региональном разделе портала их 57. Подробнее о некоторых расскажем сегодня. Самые востребованные это онлайн запись на прием в инспекцию и личные кабинеты для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и другие. Кстати, именно благодаря сервису личный кабинет для физических лиц можно сократить количество визитов в налоговую. С помощью этого сервиса можно также получить актуальную информацию о задолженности перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и об объектах собственности. Кроме того, воспользовавшись им, можно получить и распечатывать уведомления и квитанции, оплачивать имущественные налоги, направлять декларации по форме 3НДФЛ и отслеживать статус камеральной проверки. Свои преимущества есть у личного кабинета налогоплательщика ИП и того, что для юридических лиц. Он позволит получить актуальную информацию о состоянии расчетов с бюджетом, выбрать подходящую систему налогообложения, уточнить невыясненные платежи, направить заявление о зачете, возврате переплаты. Кроме того, этот сервис активно используют для онлайн-регистрации контрольно-кассовой техники. Есть еще один, не менее полезный сервис – предоставление сведений из единых государственных реестров о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа. С помощью него можно бесплатно получить сведения в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. Кроме того, на сайте инспекции работает сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с помощью которого можно заполнить и направить налоговую необходимые заявления. Например, о регистрации физических лиц в качестве ИП и юрлица, о внесении изменений и прекращении деятельности. Кстати, с 1 января 2019 года пользоваться этим сервисом можно будет без оплаты госпошлины. С помощью других сервисов, которые работают на сайте ведомства, можно самостоятельно рассчитать транспортный и земельный налоги или налог на имущество физических лиц, а еще ознакомиться с информацией о текущих ставках и льготах. Напоминаем, в этом году оплатить земельный, транспортный налог и налог на имущество необходимо до 2 декабря. Если у вас остались вопросы, задать их можно специалистам налоговой службы на Горького 240. Для удобства жителей Благовещенского района инспекция организовала выезды мобильных офисов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова